Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите, жители муниципалитета продолжают активно поддерживать бойцов на передовой. Передаем помощь для нашей общей победы. Началось обсуждение благоустройства Коробовского лесопарка. Общая площадь парка это 793 гектара, из которых 65 гектар мы планируем благоустроить. Футбольный клуб «Металлург Видное» сыграл на своем поле с Ногинским «Витязем». У нас все игры горячие, мы идем на первом месте и все хотят нас обыграть. Жители Ленинского городского округа продолжают активно поддерживать бойцов на передовой. С начала года в зону СВО было отправлено более 20 партий помощи. В зону проведения специальной военной операции был отправлен еще один важный груз с необходимым оборудованием, который поможет при выполнении боевых задач. В данном грузе у нас квадрокоптеры «Мавик», также у нас инкубатор 2.0 – это средство усиления для тех же «Мавиков». Патроны «Перехват» на кевларовой нити – это разработка наших специалистов. Тарелки спутниковой связи «Старлинк», которые тоже очень хорошо себя показали в зоне боевых действий. Сбросы, накольники в количестве 4000 штук. В сборе техники участвовали представители администрации муниципалитета и межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы России номер 14 по Московской области, а также другие общественные организации. Ленинский городский округ совместно с администрацией передает оборудование ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. От Молодежного совета Межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области передаем помощь для нашей общей победы. Как считают участники мероприятия, сейчас самое главное в это непростое время не оставаться в стороне и вместе идти к победе. 65 гектаров для комфортного отдыха. В муниципалитете в ближайшее время планируется благоустройство Коробовского лесопарка. Сейчас проект на начальной стадии и к его обсуждению пригласили местных жителей. Слово Екатерине Коваленко. В следующем году на карте Ленинского городского округа появится новая точка притяжения. Планируется благоустроить Коробовский лесопарк. Чтобы обсудить концепцию этого проекта, внести предложение власти, пригласили активистов и местных жителей. Таким образом будет сформировано общественное техническое задание. Общая площадь парка это 793 гектара, из которых 65 гектар мы планируем благоустроить. Он свяжет между собой несколько сразу населенных пунктов и такие новые застройки, как пригород Лесное, Молоково и остальные. Коробовский лесопарк будет облагорожен за счет областного и муниципального бюджетов, а также компаний-застройщиков. Она оборудует входные группы. В основной части лесопарка проложат тропы здоровья для пешеходов, сделают места отдыха, зоны воркаут, детские площадки, навесы и многое другое. Огромная площадь предусматривает большие функциональные возможности. Но, учитывая, что это именно лесопарк, есть и ограничения. Это все является природно-историческим комплексом, особо охраняемой природной территории, в которой есть достаточное количество ограничений. Здесь достаточно много краснокнижных животных, растений, насекомых. Ввиду этого зрелищные спортивные мероприятия, большие площадки, сцены для проведения каких-то мероприятий запрещены. В основе проекта создания баланса между человеком и природой элементы благоустройства, созданные из натуральных материалов, с применением природосберегающих решений, будут ненавязчиво интегрированы в естественную среду. Это хорошая новость для всех жителей, не только Мисайлова, для всех, что будет такая территория, достаточно большая. Очень надеемся на то, что она будет облагорожена. Это даст возможность, как бы не выходя из дома практически, провести досуг с комфортом, с уютом. Поэтому очень ждем. Хотелось бы здесь видеть, это для детей очень много семейных пар с детьми, один и более детей. То есть это какой-то фонтанчик небольшой. Хорошо, что они предусматривают там зону барбекю. Но хотелось бы еще для мужского пола какую-то спортивную площадку минимальную. Все пожелания жителей будут учтены в концепции проекта. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержали ранее судимого 34-летнего жителя Брянской области, который пытался сбыть наркотические средства. В ходе патрулирования территории Видновского лесопарка полицейскими был замечен автомобиль отечественного производства, за рулем которого находился мужчина. При проверке документов гражданин заметно нервничал и вел себя подозрительно. В ходе беседы водитель сообщил, что у него в машине находятся наркотики. При досмотре автомобиля на заднем сиденье сотрудниками полиции был обнаружен пакет, внутри которого находилось 19 свертков, обмотанных изолентой, общим весом около 2 килограммов. По результатам химического исследования установлено, что содержимое шести свертков является наркотическим средством – мифедроном. Задержанный пояснил, что по указанию куратора он забрал из тайника в Нижегородской области наркотические вещества, которые перевез на территорию Московского региона для дальнейшего распространения через закладки. В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические акции и мероприятия, направленные на пропаганду безопасности на дорогах. Одно из таких занятий состоялось для воспитанников детского лагеря «Смайлики». Традиционно во время отдыха детей в летних лагерях сотрудники госавтоинспекции проводят познавательно-развлекательные мероприятия. В рамках акции «Безопасное лето» инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева провела такое занятие для ребят из детского оздоровительного лагеря «Смайлики», который находится в Видновской школе номер один. Так как это проводится в игровой форме, запоминание информации у детей идет намного крепче и откладывается в долговечной памяти. Изучать правила дорожного движения в игровой форме – это всегда весело и интересно. Кроме того, ребята так лучше усваивают полезную для себя информацию. Сегодня еще раз мы с ребятами проработали технику безопасного поведения на дороге, вспомнили правила безопасного поведения пешеходов, но и на транспортной площадке еще раз с ними проработали вопрос, как нужно безопасно ездить на наших велосипедах, самокатах, и что для этого нужно использовать – средства защиты, шлемы, налокотники, накалильники. После такого интерактивного урока дети хорошо усвоили, как нужно вести себя на переходе проезжей части. Я знаю, что не надо переходить на красный цвет пешеходам, можно переходить на зеленый. А смотреть надо, когда переходишь дорогу направо и налево. Мы бегали, в автобус играли, еще играли в светофор. Ну, понравилось очень сильно, хорошо. В конце мероприятия все участники сделали фотографию на память. Наталья Буслаева, Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялся футбольный матч между командой «Металлург-Видное» и клубом «Витязь» из Ногинска. Насколько напряженной была игра и удалось ли нашей команде удержаться на первом месте в турнирной таблице, узнаете из нашего сюжета. Чемпионат Московской области продолжается. В этот раз на поле встретились «Металлург-Видное» и «Витязь» Ногинск. Обе команды показали отличную игру. Особенно динамично развивались события во втором тайме. Больше упор сделали на самодачу и на скоростные атаки низом. Потому что все-таки ребята тоже опытные, видимо, у них уже взрослые, бежать тяжело. И мы их за счет скорости начинаем, так скажем, вскрывать на футбольном языке. Напряженная игра закончилась со счетом 4-0 в пользу нашей команды. Несмотря на достойное сопротивление соперников, «Металлург» все-таки закрепился на первом месте в турнирной таблице. Матч проходил при взаимном уважении команд друг к другу. Да, бывают контактные вещи, но заметьте, что футболисты даже после столкновений, если кто-то виноват, подходят, извиняются, так по-дружески все это дело. Потому что они играют в футбол, а не сражаются. «Металлург» «Видное» продолжает свою победную серию, которая теперь насчитывает 16 матчей без поражений. Только три игры закончились в ничью. У нас все игры горячие. Мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. У всех команд есть сильные стороны. Так что здесь, как говорится, борьба. Борьба. И еще раз борьба. В августе футбольный клуб «Металлург» «Видное» сыграет еще шесть матчей. В том числе и в Кубке Московской области. Всего до конца сезона в октябре осталось 13 игр. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.